привет евгений матвеев это мастерская пит-стоп у нас сегодня будет очень интересное видео не про этот мопед а про его обкат в общем он мертв причем мертв капитально можно даже послушать насколько сильно если заведем еле завел в общем сыпет обороты потому что они уже просто-напросто накручен и он их не держит тут мертвая и поршневая и подшипники и коленвал в том числе везде люфты ладно это абсолютно бессмысленно потому что и так все ясно в общем суть какова очень много споров ходит по поводу того а можно ли гонять на обкатке и что обкатка типа по методу матвеева про которую я говорил давным-давно у себя по-моему или на около пит-стоп или на главном канале это все чушь и полная туфта вот сегодня и проверим то сейчас мы за ним в него забросим новые запчасти сашка привез уже запчасти у нас будут не топовые обычные китайские которые имеют конечно же особые требования к себе и отношения потому что топовые там как правило имеют инструкцию час спокойной езды потом можно наваливать потому что там все в допусках там нормальные материалы применяется это дтп то есть у нас будет какой-то там с е или шенге то есть фуфил китайский вот такая 65 кубовая поршневая купили только потому что полтинника не было то есть это еще будет как бы лишний нагрузняк на мотор потому что будет греться сильнее но качество очень сильно средние бывало конечно и похуже но это еще не самый плинтус коленвал тоже шенге без каких-либо тоже там выпендрижей даже не какой-нибудь там на и встречали еще хрень какая то есть ну по крайней мере есть шайба дистанционные между шатуном и половинками можете посмотреть на качество исполнения червя который будет приводить машины насос ну в общем так себе есть индуктивное колени вот здесь вот на шлицах ну равно как и здесь насколько я понимаю здесь вообще ничего не прокалили резьба как как есть такие есть то есть они как нарезали так и все и пара подшипников у нас нтн сейчас посмотрим они вообще хоть оригинальные или нет ну да вроде бы оригинал потому что во первых маркировка глубокого вторых заклепки круглые обычно на копии или там допустим на какой-то реплики подешевле заклепка идет плоская ну то есть фактически у нас только подшипники будут оригинальные ну как известно подшипник нормальный хотя даже и копия ему пофигу там обкатка не обкатка его можно сразу поставить и сразу валить потому что ничего не будет как правило выходит из строя элементы трения а именно цилиндра поршневая группа начинает клинить сейчас саня засыпет все вот это вот в мотор я прям одену камеру себе на башку и буду наваливать я не знаю пока мне не стошнит где там у нас барахло от него ты все поукидывал уже показать же надо у нас прославлено было одно посадочное место сразу не отходя от кассы вот она прям бортик видно из подшипник скорее всего вы носа как делать нефиг отсюда вынимался же сада и плюс ко всему я могу продемонстрировать как сейчас что-то как-то недостаточно убедительно он шумит но я что-то его не нашел ну в общем не в зазорах это все здесь было мотору бы бахали от души то есть вот такой вот зазор по зазорчик то что надо на велосипеде здесь проеду плюс ко всему здесь у нас на горшке выработка по периметру номина выработка от времени что ездили на нем много до много-долго нудные на на не на бы каком масле то есть вот там вот вокруг окон видны следы это следы как правило от того что кольцо выгрызает напротив окон яму именно на перегородках потому что когда она идет по цельной части гильзы она оказывает как бы суммарно меньшее давление на квадратный миллиметр поверхности когда она проходит мимо окон то фактически все давление кольца распределяется на перегородки и здесь сюда можно трезво оценить состояние горшка этому горшку об без всякого преувеличения с геометрию свою он давно утратил и из-за этого двигатель в общем-то не заводится поскольку я уже сто раз говорил многим людям что не только компрессия важно для двухтактного двигателя у двухтактника должно быть две компрессии то есть верхняя и нижняя очень немаловажно чтобы поршень создавал давление внизу в продувочной камере а когда у вас вот такая вот геометрия как здесь когда у вас провален цилиндр в районе окон то поршень давление внизу создать несостояние когда нету давления в продувочной камере у вас газы которые скапливаются в продувочной камере в момент когда поршень пришел верхнюю мертвую точку и сделал одновременно всос газов через пускной тракт, не в состоянии выплюнуться через продувочные окна. То есть нет давления, нету впуска. Поэтому двигатель и работает так дерьмово. Поэтому он начинает сыпать обороты. То есть когда обороты возрастают, возрастает как бы давление, в принципе. Потому что даже несмотря на неплотности, которые здесь образовались, за счет скорости движения поршня давление есть. А чем ниже крутится двигатель, тем давление ниже в разы становится из-за неплотности. И двигатель потихоньку-потихоньку начинает затухать. То есть имеет такую деградирующую кривую в сторону понижения оборота. Ну и плюс ко всему, такой вот у нас вариатор чудный. Слайдера умерли и в общем-то все это дело пахалось уже железом по железу, грубо говоря. Ну не железом по железу, металлом по металлу. Потому что и алюминий это металл, и железо это металл. А все, что из металла сделано, неправильно называть железом. Не суть. В общем, полный боекомплект. То есть мертвые подшипники, мертвый коленвал на нижней шейке шатуна. Плюс прослабленное левое посадочное место подшипника коренного. Плюс убитый горшок. И в итоге мы получаем абсолютно мертвый мотор. Казалось бы, плюс-минус трамвайная остановка в зазорах. А здесь этот случай не прокатывает. Так как допустим на каких-нибудь там хрен знает дизелях может быть или еще где. Поэтому мы, в общем-то, сейчас засыпаем полностью новое железо, новый коленвал, подшипники, цилиндры, поршневую группу. Собираем и, в общем-то, будем смотреть, можно ли наваливать на обкатки. А то, мол, разговоры разговорами, а на практике никто ничего не показывал. Вот и посмотрите, можно или нет. Ну вот, типа все. Собрали. Итак, что касается теперь, грубо говоря, обкатки, если ее таковой можно назвать. Ну, той обкатки, которую я люблю делать, которая... Обкатка! И все такое. В первую очередь двигателю надо дать после пуска, ну, прогреться, как любому другому двигателю. То есть он должен набрать свою нормальную рабочую температуру. То есть он должен тарабанить на холостом ходу не дольше, чем 3 минуты. То есть вот он поторабанил какое-то время, и нужно сделать первый проезд. То есть садитесь и неспешно катитесь сразу куда-нибудь там метров 200-400 в переменном режиме. Даете ему заглохнуть, ну, в глушисти, даете ему чуть остыть, где-то, наверное, минуток 20. Ну, где-то 20, да. После этого обратно заводите, чуть-чуть погрели, максимум минуту садитесь и начинаете уже более или менее кататься. Короче говоря, все остальное я вам расскажу прямо на ходу. Моторчик у нас прогрет. Первый круг. Где-то туда метров 200, обратно метров 200. Самое оно. Самое главное, переменный режим. То есть не крутить его в монотонном режиме. Когда вы откручиваете газ до полика, на шиберном карбюраторе поступает богатая смесь в двигатель. Она никак не перегреет мотор. А пока вы закрываете ручку, и он катится на холостом, он успевает еще дополнительно остывать. Глушим, ждем, пока остынет немножко. После того, как остыл, заводим, даем ему чуть-чуть поработать и уже катимся быстрее. Поехали. Сразу хочу сказать, что никакого масла дополнительно в моторы не добавлял. И вот так вот в переменном режиме раскатывается двигатель. Я специально постараюсь не выключать камеру ни разу, если у меня хватит батарейки. Так что сразу готовьтесь, видео будет длинное, нудное. Это будет как бы доказательством тому, что он ни разу не заклинит за всю мою поездку. Несмотря на то, что запчасти здесь того еще качества. Ну, то есть, я бы сказал, фуфлыжное. Вот, двигатель пошел подогреваться. Вот, двигатель пошел подогреваться. Подъедем на море. И вот так вот в полгазика открыть-закрыть и катимся. Именно вот в таком режиме двигатель никогда не заклинит, потому что он просто не успевает догреваться до критических температур. Я вам скажу, что, конечно, надоедливое это занятие постоянно дергать газ туда-сюда. Но уж поверьте, наверняка вам каждый скажет, что еще более нудное занятие это ездить со скоростью 30 км в час, периодически заклинивая. И вот скорость, с которой я еду, пожалуйста, 50 км в час без ущерба для здоровья двигателя. Самое главное, что в таком режиме у вас стачиваются не кольца, то есть не не кольца, а не цилиндр стачивается об кольца, а кольца об цилиндр. Они принимают форму нужную. Что-то с карбюратором непонятное происходит. Пожалуйста, 60 км. И ничего абсолютно. Вы же помните, да? Запчистюльки новые. А, это у нас вариатор выпендривается. Самое забавное, что после вот такой вот обкатки двигатель работает лучше и дольше. Как бы кто ни спорит. И отдает большую мощность, потому что у вас как раз таки цилиндропоршневая группа принимает правильную геометрическую форму одной группы деталей под другую. Когда у вас происходит обкатка безопасным методом, так называемым, у вас кольца подъедают кон на цилиндре, потому что двигатель не догревается до рабочей температуры. Он полухолодный, трез на самом себе. И все вот эти вот разговоры про холодную обкатку во времена СССР, это все, уже все канувшее в лету теория и практика, когда детали были в первую очередь не того качества, что сейчас. Даже если взять вот этот дешманнейший Китай, который вообще люто бешено дешевый, примитивный, он все равно лучше тех запчастей, которые при садке делались. Потому что для людей тогда делалось все, из чего попало и как попало. А действительно хорошие вещи делались исключительно на экспорт. Поэтому, в общем-то, тогда и берегли все это, потому что был лютый дефицит, запчасти были дерьмовые, и никто не хотел попасть на еще один ремонт, потому что просто, даже при наличии денег, потому что деньги были у всех на сберкнижке, не могли купить новых деталей. Их просто не было. Почти стрелку положил, и ничего не происходит, как видите. Их просто не было. Я вам так скажу, что можно вот уже, проехав вот такую вот дистанцию, валить практически газ в пол, и ничего не произойдет, потому что двигатель в первую же минуту уже выбирает нужные себе зазоры, если это правильно дать ему сделать. То есть, во-первых, догреть до нужной температуры, как я это сейчас делаю, то есть он выходит на нормальную температуру рабочую. И именно рывками прокатиться, не дав ему в то же время заклинить. На меня смотрят, как на гопника. Я, видимо, действительно вызываю впечатление неадеквата на мопеде. Такой здоровый лось на маленьком шипстичном мопедике. Так, ну куда поехать? Ну поехали в город. Попробуем выкрутить ручку до полика и посмотреть, а не заклинит ли мотор. Кто-то что-то там вякнул, кто-то чем-то недоволен. Попробуем выкрутить ручку до полика. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что я сейчас в абсолютно штатном режиме еду на мопеде. То есть я не доливал масла в бензин, я не лил никаких присадок в бензин или в масло. Я никак не увеличивал дозировку масляного насоса. Ничего. То есть двигатель как был в штатном режиме настроен, так он в штатном режиме сейчас и работает. Никаких фокусов. Все, что нужно, это понимание физики процесса. Если вы знаете, что вы делаете, то все у вас будет нормально. И еще один немаловажный момент, это момент все-таки с действительно дерьмовыми запчастями. Вот у многих возникали часто вопросы, и люди мне писали, а вот что такое? Я поставил новую поршневую. А ну давай сделаем его. И получается, что я, мол, начинаю ехать на мопеде, и он как будто типа душится и едет на полностью открученной ручке, как будто в полгаза. Это случай с некачественными поршнями. То есть когда поршень имеет тепловое расширение, коэффициент теплового расширения больше, чем допуск в цилиндре. То есть, допустим, допуск в три сотки, а поршень греется больше, чем в три сотки, и он сам клинит в теле цилиндра. Это именно, ну, это случай уже действительно плохих запчастей. А когда у вас все нормально, все в допусках, у вас поршень расширяется ровно на тот допуск, который имеется в цилиндре, ничего страшного у вас не может произойти. У вас может произойти клин только на кольцах, когда замки смыкаются при перегреве, и двигатель клинит. То есть сейчас мы реально катаем исключительно кольца к цилиндру. Поршень никак не притирается, потому как он не касается фактически вообще никак цилиндра, потому что существует масляная пленка. Так, мы сделали круг. Проехали уже больше пяти километров, то есть где-то километров уже, наверное, шесть. И фактически, если бы у нас сейчас была какая-нибудь топ-перформанс поршневая, обкатка была бы уже завершена. Ну, давайте поглядим, заклиним, не заклиним на новой запчастюлине. Сейчас мы выйдем на трассу, я откручу газ до пола и повалим. Ну, эксперимент, как говорится, на собственный страх и риск, потому что этого я никогда не делал. Но я уверен, что ничего не произойдет. Заклинил. Ну, то есть вы понимаете, что в полный газ, о, завелся. На полный газ все равно нельзя ездить, но если щадить двигатель, то через буквально 50 километров обкатки у вас будет совершенно нормальный мотор. То есть вот, сейчас он работает туго, допустим. Если у вас случилось такое, такое бывает, потому что на разных поршневых разные тепловые зазоры. Бывает так, что двигатель буквально 200 метров отъехав, начинает подклинивать. Все, что нужно сделать, это не глуша мотор, дать ему поработать. Потому что в нашем случае двигатель вариаторный с принудительным охлаждением. То есть двигатель пока работает, он сам на себя дует. И многие рассказывают, что типа, ну как же так, двигатель же когда на холостых, он греется сильнее, чем когда едет. Типа, потому что вентилятор крутится с меньшей скоростью. Но вентилятор-то, насколько меньше скоростью крутится, настолько и меньше вспышек в цилиндре. И это тупость вообще так говорить, особенно людям, которые в этом хотя бы маломальски понимают. Вот сейчас прям чувствуется, маслицем запахло. Но ничего абсолютно страшного не произошло. То есть произошел слабый тепловой прихват, двигатель притормозил. И тут же сразу начал обратно работать. То есть я его не заводил, на кнопки не нажимал. Он сам себя запустил через вариатор. Ну что, едем обратно. Опять же, не спеша. В переменном режиме. Вот я обратно газ в пол даю. И ничего. Нормально еду, смотрите. 60. О, пошел подогреваться. Если вы слышите ушами, что у вас появился какой-то лишний такой глухой звук из двигателя, это говорит о том, что замки колец норовят сомкнуться. В этот момент стоит сбросить газ и даже иной раз остановиться, дать двигателю поработать. Это будет говорить о том, что двигатель реально нагрелся и ему нужно дать остыть. Не обязательно даже останавливаться. Вот он остыл. Все, обратно тяга появилась. Замки разошлись. И больше не тормозят двигатель. Буквально 50-100 километров езды в таким темпом. И все, считать можно уже обкатку завершенной. Все вот эти вот хваленые щадящие режимы, когда речь идет там про 30 километров в час на протяжении тысячи километров, то это же, во-первых, застрелиться можно, во-вторых, 30 километров в час у вас двигатель даже на крутящий момент не выходит. А если он не выходит на крутящий момент, то он и до нужной температуры не нагревается. И потом, в итоге, после обкатки такой, мы получаем овощ с ресурсом в 2000. Наверняка многие делали наблюдение, почему гопники, на мопедах, которые вносятся, они нифига не жалеют двигатель. Но при этом этот двигатель у них живет дольше, чем тот двигатель, который собран бережно и якобы бережно обкатан. Вот это, кстати, ответ на вопрос, почему. Так, даем ему остыть. Пускай работает. Как показала практика, наваливать на новых запчастях можно. Но, опять же, нужно строго подразумевать что-то конкретно под словом наваливать. Если речь идет про открыть ручку газа и не закрывать ее на протяжении километров пяти, то так делать, конечно же, нельзя. И я вам показал, что происходит на новой поршневой. Но, если наваливать со скоростью 60 км в час, 50 км в час, можно даже 70 и 80, как вот было сейчас по спидометру, но, опять же, в переменном режиме, про который я уже подробно рассказал, то можно, ничего совершенно не произойдет с вашим двигателем. И такая обкатка, именно по такому методу, позволит вам реализовать больше потенциал двигателя. Но, опять же, хочу сделать оговорку. Речь сейчас идет конкретно про полтинничные мопеды, всякие там дырчики и скутереты. Именно маленькие двигателя, которые нагружены. Даже четырехтактники китайские, которые там 70-80 кубов, вот эти вот 139-й QMB, этот совет относится также к Сузукам полтинничным, Ямахам, всяким там вот этим Сеппи, Априо, всякие Джоги, потом Адресы, Летсы. 18-й, 25-й, 27-й, 28-й, 34-й, 35-й Хонды, 56-я, 57-я, 62-я Хонда. Этот совет относится ко всем этим мопедам, которые, в принципе, объединяются в один общий класс. Малокубатурная техника. И, если вы понимаете, что происходит, если вы знаете, что вы купили относительно неплохие детали, и если вы знаете, как выглядит и как звучит подкатывающий тепловой прихват, то, в принципе, у вас ничего страшного не случится, потому что вы знаете, что вы делаете. Переменный режим позволит вашему двигателю раскататься без проблем, и ничего страшного не произойдет. Так что у меня на сегодня все. С вами был Евгений Матвеев. Это была мастерская Pit Stop. Подписывайтесь, оценивайте, расскажите друзьям про то, что вы здесь увидели, и всем привет из города Саки. Тебе что, 65-ку купил, да? Не было полтинника. Ладно, хер с ним. Это ты поршень убабахал, или он такой был? Да, я. Когда откручивал? Нет, мы крутил нафиг. А, ну ясно. А подшипники вот, да? Один, да. Ну ладно, одного достаточно. Так, кольцо. И горшок. Так, это не то. Рядом с глушителем. Тут глушители дело в том, что два. С носом у тебя. Да, блядь. Тут цилиндр? Да нет, не цилиндр, блядь, подшипник. Ладно, хуй с ним. Саня, а где вариатор? Тоже там мусор где-то? Там, да, вот прям цирку не дает. Вот ты быстрый. За цилиндром, Саня. За цилиндром, смотри. Нет, нет, нет. Ты не цилиндр. Нет. Цилиндр большой, видишь? Займи туда. А нахрена ты кидаешь все до кучи? Алюминий к алюминию, а железо к железу. Нахуя ты все в кучу кидаешь? Потом будем сидеть сортировать? Да. Заебись. Мы, это я в смысле. Мы, это мы. Мы пахали ей трактор.